Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как готовиться к проверке предприятий специалистами инспекции труда? Какие меры применяются к нарушителям правил безопасности на производстве? В нашей студии Государственный инспектор труда в Самарской области Ирина Картунчикова. И ваши вопросы задавайте, как всегда, по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Ирина Львовна. Скажите, пожалуйста, какая система проведения проверок государственным контролем и надзором инспекции труда? Как часто они проводятся? Государственные инспекции труда в Самарской области, как, в принципе, все региональные инспекции труда во всех субъектах Российской Федерации, проводят свои проверки на все территории Российской Федерации, всех организаций, всех форм собственности в соответствии с 294-м федеральным законом. Но, надо сказать, что в порядке установленном... Сроки устанавливаются... С учетом особенностей, которые устанавливает 360-е статья Трудового кодекса Российской Федерации. А как часто проводятся плановые проверки? Плановые проверки, они вот потому и звучат плановые, что проводят в соответствии с планом. Значит, в план включаются проверки, какие организации, у которых прошло три года со дня регистрации, три года со дня осуществления деятельности предпринимательской и истечения три года со дня последней плановой проверки. А три года — это срок, который применяется и к муниципально-федеральным предприятиям, организациям, и к частным? Или нет? Или есть какая-то специфика тоже? Нет. Вот именно внесение в план плановых проверок — это для всех одинаково. Значит, до 1 сентября все надзорные органы формируют свои планы и отправляют в прокуратуру. Далее, значит, прокуратура формирует план общий и выставляет на свой сайт до 31 декабря. И все работодатели могут зайти на сайт прокуратуры, увидеть, будет проведена у них в следующем году проверка плановая, каким органам будет проведена проверка, в какой месяц, всю информацию. Понятно. Но я слышала, что не всегда предупреждается организация о проведении проверки государственной инспекции труда. Это в каких случаях происходит? Что касается плановых. Плановые мы обязаны предупреждать. За три дня работодателя. Всего за три дня. Да, плановые проверки. Ну, почему за три дня? Во-первых, он может выйти на сайт, посмотреть, увидеть. Уже с 31 декабря он уже знает, что там, например, в декабре уже следующего года он может уже в течение года подготовиться. Вот. А когда, значит, мы проводим неплановые проверки, вот почему я и сказала с учетом требований 360-й статьи. Если к нам поступила информация от граждан, от работодателей, от профсоюзных, из органов исполнительной власти, из средств массовой информации, какое-то сообщение о нарушении работодателям трудового законодательства, в том числе охраны труда, требований, то, которое может повлечь за собой угрозу жизни и здоровья работников, людей, то госинспекция, госинспектор при проведении проверки уведомляет только прокуратуру, мы тут не спрашиваем у них ни разрешения, мы в уведомительном порядке уведомляем прокуратуру, а, значит, работодателя не имеем права уведомлять. И это же условие, когда, например, приходят сообщения о нарушении трудовых прав работника. В этом случае, если проводится выездная проверка, мы также работодатели не уведомляем. А вот при проведении таких проверок неплановых, чаще всего от кого поступают такие сигналы? Вот сами работники, они активны или нет? Ну, работники активны. Вот на что жалуются? Почему вас зовут на предприятии? Вот чаще всего какие случаи происходят? Или в организацию? Просто вот чтобы разобраться в этой системе, что нарушается чаще всего? Ну, конечно, основной поток сейчас у нас, вот, ну, грубо говоря, правового плана трудовых отношений. Сейчас с кризисом, да, неблагополучные, неблагонадежные работодатели закрываются, никак не уведомляют своих работников, не рассчитываются с ними. Очень большой поток вот таких вот жалоб идет, да, вот обманывают своих работников. То есть не сокращая никак, ну, совершенно нарушая все процедуры. Ну, в плане того, чтобы вот выйти на предприятие, посмотреть условия труда или что-то, это, ну, это мы можем, когда есть такая необходимость. Например, сообщение, извещение о несчастном случае, да, независимо от срока давности. Может, это произошло и там и 10, и больше лет назад, и работник может к нам обратиться. Мало, такие ситуации бывают, что работодатель, когда этот случай происходит, ну, уговаривает работника, договаривается. За какую-то сумму, может быть. Совершенно верно. Потом в итоге получается, что работник остается один на один со своей бедой. Куда ему обратиться? Он идет к нам. А в таком случае, вот насколько я знаю, нужна какая-то доказательная база все-таки. Если вы говорите, прошло 10 лет, вот что нужно работнику знать, чтобы, обращаясь к вам, он все-таки доказал, что это было? Вот как действовать? Ну, безусловно. Вот эта вот длительность, да, ну, создает свою особенность, свою трудность в расследовании несчастных случаев, безусловно. Но если осталась та организация, бывает подчастую, что и организации тоже нет, нет того работодателя, и даже его, ну, как полномочия никому не переданы. И тут, конечно, сложно все. Если есть свидетели, если остался тот же работодатель, остались документы, намного все легче все сделать. Если мы не можем никак вот восстановить картину, не находим ни свидетелей, или отсутствуют факты, которые, ну, то есть бывают такие случаи, что мы ни подтвердить, ни опровергнуть не можем несчастные случаи. Мы тогда направляем работника в суд, чтобы он уже мог туда вот, да, как-то, чтобы суд уже, ну, как... Ну, разобрался, да. Да, вынес такое решение, что это все-таки связано с производством, ну... Или нет, потому что разные же случаи бывают. Да, бывают разные случаи. К нам уже поступает первый вопрос от телезрителей. Я напомню, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. Наталья Александровна интересуется, почему проверяют всегда положительно золотую рыбку, третья просека? Редакционный центр с апреля месяца по май не работает, а начисления идут работникам. И по какой схеме идет проверка? Не совсем поняла вопрос. Наверное, это какая-то застарелая проблема, потому что не раскрывает вот Наталья... С апреля по май они не работают, а начисления идут работникам. По какой схеме идет проверка? Это, значит, золотая рыбка, третья просека, редакционный центр. Вот вы сможете на такой вот, если Наталья Александровна... Наталья Александровна, обращаясь к вам, если такая информация в инспекцию поступала от работников, ну, опять-таки, вот я говорю, от каких-то других источников такая информация поступала, то мы обязаны были зарегистрировать эту информацию и проводить по ней проверку. В данном случае я просто не могу сказать, просто не обладаю этой информацией. Было у нас обращение такое, и не могу. Но никогда не поздно и сейчас обратиться, да, послать официальную информацию? Никогда не поздно, никогда не поздно обратиться. Мало того, у нас есть телефон горячей линии 263-52-17. Можете позвонить, и вам скажут телефон специалиста, который ведет учет жалоб. 263-52-17. А скажите, пожалуйста, вот какие сведения нужны для обращения? Вот что должна Наталья Александровна вам сообщить? Оставить или обратные там какие-то свои... Это хороший вопрос. Потому что вот, еще не знаешь, как правильно все это, что нужно, необходимо. В соответствии с федеральным законом об обращении граждан, значит, требуется вся информация о заявителе, да, фамилии, имя, отчество. То есть анонимных заявок уже не принимают? Нет, телефон. Нет, мы принимаем анонимные заявки, мы просто не даем на них ответ. А, понятно. Вот. Все, не заявки, заявления, обращения, да. Вот. Мы обязаны принимать, мы никому не отказываем. Мы только разъясняем свои полномочия. Мы также рекомендуем обратиться в суд, если это, ну, не в нашей компетенции, предположим, там, трудовой, индивидуальный трудовой сбор, разные ситуации бывают. Но, тем не менее, на приеме граждан, вот, заявитель сидит, говорит, нет, а я хочу к вам обратиться. Вот дайте мне письменный ответ. Мы не имеем права ему отказать. Значит, должна быть информация о заявителе обязательно, а еще что? Так, информация о заявителе, обязательно четкий адрес, куда мы должны дать ответ с индексом. Телефон для связи, фамилия, имя, отчество. Обязательно указывать, какой орган вы направляете свое сообщение, да, Государственная инспекция труда. Ну, когда вы приходите к нам на прием, у нас уже стандартные бланки есть, заявления, это проще. Когда вы пишете, по почте отправляете, поэтому вот тут вот подробно описываете свою проблему. Нам необходима информация о вашем работодателе. То есть, если вы прикладываете, если у вас есть там документы... Информация о работодателе, это юридический адрес и фамилия, имя, отчество, руководитель или что? В идеале, в идеале. Не просто название организации ООО «Одуванчик». В идеале, чтобы, опять-таки, нам быстрее найти, потому что вот у меня было обращение ИП, М, предположим, да, вот по такому-то адресу. Ну, я выехала. По этому адресу даже дома такого нет. Я подозреваю, что, возможно, это даже не в Самаре. Да. Заявитель написала, что вот, пожалуйста, уточните сведения о работодателе, потому что в реестре, в государственном реестре регистрации юридических лиц, таких ИП очень много. У всех разные адреса, и даже не в нашем регионе. Но, к сожалению, вот, сколько я не просила, информация не поступила, о чем я ее уведомила? То есть, если вы хотите, чтобы, ну, все-таки по вашим обращениям, жалобам мы проводили объективные проверки и давали вам ответы в соответствии с законодательством, установленные сроки, пожалуйста, указывайте нам побольше информации о работодателе. Хорошо, если вы указываете телефоны для связи. Потому что подчистую проводим документарную проверку, направляем запросы и распоряжение на проведение проверку, а работодатель просто не приходит, у нас ни связи с телефоном, телефонной связи, ну, как бы вот, да. Ситуация, проблема, заявители информации и по предприятию тоже, чем полнее информация, тем лучше. Конечно, конечно. Следующий вопрос. И обязательно, что они хотят. Да, ну, обозначить проблему, да, конечно. Обозначить проблему, что мы должны, да, что не устраивает. Да, что, что вот именно конкретно там. Не выплата заработной платы, там, за такие-то месяцы, компенсацию прошу, чтобы там, ну, вот, все наболевшие точки. Вот, Михаил, следующий вопрос. Есть ли сайт, куда можно пожаловаться через интернет, потому что по медицинской части очень много жалоб. Кстати, вот вы медицинские учреждения проверяете? Нет. Мы проверяем медицинские учреждения. Я думала, я конкретно. У меня просто мы делимся в основном по АКВЭДам, но сейчас очень много жалоб, и АКВЭД – это основной код экономической деятельности. Вот я, например, связь веду. Ну, то есть через сайт, все-таки через интернет можно направить? А какой у вас сайт? Вы можете набрать Государственную инспекцию труда в Самарской области. Да, и там появится. Можете сокращенно аббревиатуру набрать ГИД-63. Появится наш официальный сайт. На нашем официальном сайте есть электронный адрес, куда вы можете обратиться. Есть форма заявления, как вы можете написать. У нас очень хороший сайт, очень много информации. Вы можете подчеркнуть как работодатели, так и работники. Я вот тут вот даже подготовила. Может быть, стоит нам озвучить пока вопрос такой раз про сайт. Вот, например, у нас есть такая рубрика «Раздел в помощь работодателю». Здесь много документов всевозможных, и в том числе размещен примерный перечень документов, предоставляемых работодателям в ходе проведения проверок по соблюдению законодательства о труде об охране труда. Я думаю, что это интересно будет, когда знает работодатель, что мы к ним идем, и что подготовить уже как бы потом. Значит, есть такой раздел «Электронный инспектор», «Сервис самопроверок». Значит, когда зайдете вы в этот раздел, вы можете сами себя проверить. И работодатели, и работники, насколько вы четко, твердо знаете требования, как у вас обстоят дела на производстве. И работники, и работодатели же могут оценить данную ситуацию. Потом, значит, у нас еще есть такая рубрика «Трудовой навигатор», где тоже основные такие вопросы, вкратце, ситуацию расписывают пошагово. Например, такой раздел «Что делать, если со мной не заключен трудовой договор в письменной форме?» И пошагово, прям как инструкция, прописано, как работника поступить. «Потребуйте выдать вам копию приказа о приемной работе». Потребуйте, вот шаг первый, шаг второй, потребуйте оформить трудовой договор в письменной форме. Шаг третий, обратитесь в ответственные инстанции с инспекцией. Ну, то есть вот очень интересно, пожалуйста, выходите на наш сайт, вы очень много можете подчеркнуть информации, и возможно даже, потому что информация очень доступна для восприятия, и возможно даже вы сами как-то определитесь своей ситуацией, и вам не нужна даже будет наша помощь, и просто вы сократите сроки. И время свое сохраняется, сразу решите проблему через инструкцию. Потому что вы приходите к нам на прием, ваше заявление, обращение мы регистрируем в течение трех дней, дальше отписывает, здесь пока придет к инспектору. В течение какого времени должны дать? Ответ, да. Значит, 30 дней дается нам на рассмотрение обращения со дня регистрации, да. Дальше инспектор имеет право продлить еще на 30 дней. Ну, продлить, конечно, если это необходимы какие-то дополнительные меры. Вот это не огульно, что вот там каждое обращение мы продлеваем. Нет, для этого надо разрешение руководителя госинспекции труда. Скажите, пожалуйста, а как работодатель должен готовиться к проверкам? Какие документы всегда должны быть присутствовать у него, должны готовы быть для того, чтобы дать инспектору? Это тоже важно, что вот даже предупредили, а приходят и не знают, что я должен готовить. Важно. Вот поэтому я вот и сказала про вот этот раздел в помощь работодателя, где у нас вот прописан. Ну, это обязательно учредительные документы, устав, сведения, да, об организации, все документы, подтверждающие полномочия, ну, директора, генерального директора, кто возглавляет организацию, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, коллективный договор. Если есть он вообще. Есть, да, это хороший оговорок. Если он, конечно, есть. Соглашение по охране труда, штатное расписание, табели учета рабочего времени, утвержденные расчетные листки, ну, трудовые договоры, книга учета движения трудовых книжек. То есть документов очень много, очень много документов и по охране труда. Это и назначение, приказы о назначении ответственных лиц, обучение ответственных лиц по охране труда. Это журналы. Да, вот про журналы хотела, вот это очень популярное, да, все мы расписываемся в каких-то журналах и знаем, что они существуют, и вот это тоже очень важно. А скажите, пожалуйста, вот вообще к работодателям, которые нарушают и закон, и правила, и безопасность, сегодня штрафные санкции увеличиваются? Вот какая тенденция или нет? Или все на прежнем уровне? Нет. Потому что такое впечатление, что проводится очень много проверок, не все реагируют. Да. И думают даже, ну, подумаешь, проверили и выписали там. Да, 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 к сожалению, такая тенденция была, штрафы были невелики, и поэтому работодатель говорил, да ладно, зачем мне выполнять предписание, я лучше оплачу там. Штрафы дальше будут работать. А штрафы там были небольшие. На юрлицо от 10 до 20 тысяч за невыполнение предписания. С 1 января 2015 года на юридическое лицо за невыполнение предписания от 100 до 200 тысяч рублей штраф налагается. То есть, если мы поговорим, хотите поговорить о штрафах, какие я могу поподробнее рассказать. Вот вы уже сказали, да, 100 и 200 тысяч, внушительные суммы. Мало того, мало того, если мы, у нас раньше была статья 5.27, нарушение требований трудового законодательства, иных нормативных аклах, содержащих норму трудового права, и в этой статье предусмотрены были все нарушения. И в области трудовых отношений, так сказать, правовые вопросы, да, оформления, заключения трудового договора и все такое. И в этой же статье предусматривалась ответственность за нарушение охраны труда. Ну, не предоставление СИЗ, не проведение спецоценки, то сейчас эта статья с 1 января 2020 года разделена. Значит, 5.27, это вот именно правовые отношения касаются. Ну, я уже говорю на языке обывателя. 5.27, прямо один, это вот в области охраны труда нарушения. Мало того, проведя анализ многолетний, и я так думаю, весь этот, ну, не думаю, я в этом уверена, анализ был по несчастным случаям. Вот основные нарушения в результате вот несчастных случаев анализируются ситуации. И когда эти происходят нарушения? Когда допускают работника без должного обучения по охране труда, без стажировки, без проведения проверки знаний. Когда работнику не проводится метаосмотр. Зачастую причинами бывают и такие случаи несчастные, не зачастую, это в основной массе. Значит, невыдачи СИЗ. А что это? А, средства индивидуальной защиты. Спецодежда, спецобусть. Да, да, да. Значит, не проведение ранней аттестации рабочих мест, сейчас специальные оценки условий труда на рабочем месте. Вот сейчас законодатель разграничил. И ответственность по каждым частям отдельно предусматривается. И штрафы очень большие. Понятно. А как вы контролируете исполнение предписаний? Потому что вот приехала инспектор, все выписала, предписала, оставила, а дальше что происходит? И есть ли вот еще такой момент? Руководитель не то, что не доверяет, а протестовывает предписания инспектора, считает, что они неверны, что он сделал все возможное. Бывают такие ситуации? И что делает тогда инспекция труда в этих случаях? Ну, мы, во-первых, живем в цивилизованном обществе. Если работодатель не согласен с результатами проверки, с выданным предписанием, с выданным постановлением, наказанием уже административным, он имеет право предоставить свой мотивированный протест в течение 15 дней в государственную инспекцию труда. В течение 10 дней в суд может обратиться, если он отсопаривает предписание или постановление. Вот, пожалуйста, если мы не согласны. Но вы должны мотивированно доказать. Инспекция, руководство инспекции рассматривает, да, и, значит, принимает решение. Или о том, что, ну, например, изменение. Ну, все разбирается в конкретной ситуации. А часто бывают такие ситуации, когда все-таки вот работодатель, руководитель предприятия оказывается прав, и в суде доказывается. Вы знаете, я хочу сказать, что, ну, может, некоторые работодатели, если меня сейчас слушают и со мной дискутируют по телевизору, может, скажут, что я не права. Но зачастую вот все вот эти вот направления, в суд ли или в инспекцию, зачастую это носит такой оборонительный характер, защитный характер. Потому что не в наших интересах тоже вот, ну, необоснованно, да, принимать какие-то решения. Да, и потом в суде доказывается лишнее время тратия. Безусловно, безусловно. Поэтому, когда мы находим какое-то нарушение, мы просим или документы, подтверждающие что-то, или объяснение письменное от работников, должностных лиц, от работодателя. То есть очень трудно. Ну, а желание есть такое вот у некоторых нерадивых работодателей, ну, хотя бы вот таким вот макаром как-то. Да, да. И время протянуть. Тут, может быть, что-то исправят быстрее или что-то. Понятно. Следующий вопрос. Была выдача спецодежды на предприятии, моего размера не оказалось. Сказали, что выдадут потом. Прошло три месяца, спецовку так и не выдали. Вот в такой ситуации. Конечно, нарушение. Уже нарушение. Нарушение. Работодатель обязан обеспечить работников соответствующими типовыми нормами. Обязан выдать спецодежду по росту, по размеру, чтобы все соответствовало, чтобы у него, если уж одежда, чтобы нигде не висела, именно, чтобы соответствовало его, так сказать, стандартам. Да, и по технике безопасности понятно, что если одежда будет больше или меньше, что это может привести... В таких случаях, если работодатель не обеспечивает работника, работник имеет право отказаться от выполнения работы. Даже так? Да, да. Серьезно. Мало того, опять-таки, если возникнет какая-то ситуация, и работодатель тоже может повернуть в свою сторону, выдать, а потом сказать, он не применил спецодежду, мы выдавали, там много всяких ухищрений. Нет, работники имеют право не выполнять работу, если они не обеспечены спецодеждой. Понятно. Следующий вопрос. После плановой проверки в предписании трудовой инспекции, помимо пунктов, по которым надо представить исправленные и дополненные документы, указаны впредь проводить, впредь организовывать. Каким образом надо составить отчет по данным пунктам? Вот если такое предписание впредь проводить, а отчитываться как, если впредь? Ну, закономерный вопрос. Конечно, мы должны в своих предписаниях четко формулировать. Вот, например, не обучили, не провели проверку, да, вот таких-то работников. Значит, мы должны провести проверку, такого-то, такого-то, предположим, там-то, там-то, в такие-то сроки устанавливается срок. Кстати, мы вот немножко прыгиваем с тему на тему по предписаниям. Там устанавливаются сроки, и работодатель уведомляется... А, выполнение предписания. Вот, если он нам не предоставляет, а мы имеем право провести внеплановую проверку по выполнению предписания, значит, запросить документ, он должен нам принести. Если проверка установлена, что предписание не выполнено или выполнено частично, мы тогда возбуждаемся по части 23 статьи 19.5, невыполнение в срок. Вот еще такой вопрос про ответственность, вот, особенно, когда происходят смертельные случаи. Вот может ли... Какие меры применяются к ответственным лицам, и может ли дело дойти до дисквалификации, вообще, может, закрытие даже предприятия? Вот как часто это происходит, и когда, в каких случаях? И кто отвечает? Потому что вот есть руководитель, есть отвечающий за охрану труда, есть еще, может быть, какое-то ответственное лицо. А как распределяется эта ответственность при вот каких-то таких страшных случаях? Во-первых, если в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, у нас работодатель отвечает за все, он обязан обеспечить. И пошло по пунктам. В том числе безопасные условия труда, выдача спецодежд. Это уже однозначно. Дальше в ходе расследования, особенно со смертельным случаем, как вы говорите, мы выявляем ряды должностных лиц, кто виноват в создавшейся ситуации. Поэтому по смертельным случаям мы еще по окончании проверки материал направляем в прокуратуру и следственные органы для возбуждения уголовного дела. — Понятно. — Да. То есть мы... — Ну, каждый случай расследуется конкретно. — Обязательно. Каждый случай конкретно. Устанавливаются причины, способствующие данному несчастному случаю. Устанавливается, что было нарушено. А дальше устанавливаются лица, допустившие нарушение. И там уже конкретно Иванов Петров Сидоров. И что он нарушил и с пунктами нарушения. — Потому что вот читаешь в новостных лентах смертельные случаи в области у нас Самарской. Буквально недавно-недавно весной были такие случаи на производствах, на предприятиях. И думаешь, человек погиб, и вот кто же понесет за это ответственность? — Вот хотелось вот как раз у вас уточнить, разобраться. И еще вот последний вопрос. Немного у нас осталось времени. В какие сроки проводятся проверки? Потому что часто жалуются сами работодатели, что вот приходят, проверяют, нам нужно работать, а тут вот эти проверки. Вот как долго они проводятся? — Вы, по-моему, говорили, что не более 20 рабочих дней. А микропредприятия, малый бизнес, тут так говорили. — Нет, про микро, по-моему, не озвучивали вы в ходе передачи. — Не озвучивала. Микро до 15 человек, 15 часов, это про плановые мы говорим. А, значит, это малое предприятие до 100 человек, 100 включительно, 50 часов в год. — Потому что наши президенты заявляют время от времени, что малый бизнес страдает. И поэтому я уточнила эту информацию. — У меня так много информации, но так быстро время прилетело, я не ожидала. — Да, все буквально несколько секунд осталось. — Да, я просто хочу сказать, что мы уже заявляем, что в связи с посланием президента на 16-й год мы не будем в план проверки включать малый бизнес. — А, вот. — Да, да, малое предприятие, бизнес, если у них не было несчастных случаев и нарушений. — При каких-то характеристиках положительных. Спасибо большое за то, что пришли, ответили на вопросы телезрителей. Мамы, вопрос всего хорошего. До свидания. Спасибо Ивану. — До свидания. — До свидания. — До свидания. — До свидания.